Архиепископ Илларион Архиепископ Илларион в миру Владимир Алексеевич Троицкий родился 13 сентября 1886 года в Тульской губернии в семье священника. Дед будущего святителя Пета Троицкий тоже священствовал. Прихожане сохранили память о нем как о человеке необыкновенном. Когда он умирал, все жители села пришли проститься с ним и получить от него последнее благословение. Мать будущего святителя умерла рано. Его отцу самому пришлось воспитывать детей, которых у него было пятеро. Три сына и две дочери. Два сына Владимир и Дмитрий стали епископами. Третий сын Алексей священник. Владимир рано выучился читать. С пяти лет он стоял на клиросе, читал часы и шестопсалмии. Первоначальное образование будущий святитель получил в Туле, в духовном училище, затем в семинарии и был послан на казенный счет в Московскую духовную академию для продолжения образования. Владимир Троицкий поступил в Академию в 1906 году, когда чад и угар революционной проники за стены Академии. Будущий святитель горько скорбел, видя, как он говорил, позор Академии, променявший светлые ризы чистой и трезвой науки на яркие, но грязные разноцветные лохмотья уличной политики. Его ум не мог успокоиться, пока не отыскал причины, почему шквал революции 1905 года захватил столь широкие круги образованного русского общества. Причиной была бесцерковность. Общество утратило связь с церковью, с ее исконными традициями. Определив причину, он стал посвящать почти все свои сочинения разработке вопроса о сути церкви и церковности. Учаясь в Академии, Владимир Алексеевич проявил себя как крупнейший русский богослов, сосредоточив все внимание на раскрытии православного учения церкви. В 1910 году Владимир Алексеевич Троицкий оканчивает Духовную Академию со степенью кандидата богословия и оставлен в ней профессорским стипендиатом, а через год назначен на должность доцента по кафедре Священного Писания Нового Завета. Для молодого преподавателя жизненно важно живое слово истины. Этого слова ищет душа и им насыщается. Формального знания не существует. Богословие непосредственно связано с жизнью. Это то, без чего невозможно обходиться ни одного часа. В этом смысле он был православным русским человеком, впоследствии архиереем, для которого слова Христова и Евангелия были прямым, обращенным к душе повелением. В 1912 году Владимир Алексеевич успешно защищает диссертацию, а в 1913 утвержден синодом в звании магистра богословия и в должности доцента. К великому посту 1913 года Владимир Алексеевич делает выбор дальнейшего жизненного пути. Перед принятием монашества он пишет своим родственникам. Простите меня, дорогие мои, за все мои преступления против вас, ведомые и неведомые. Земно кланюсь вам и прошу забыть все злое мое. Помолитесь за меня. Иду в путь свой светлой с радостью. Прошу вас всех не отвращаться от меня и впредь своей любовью. Простите. 11 апреля он рукоположен в Сан-Иеродьякона. 2 июня на Троицу в Сан-Иеромонах. Вскоре Иеромонах Иларион назначен на административную должность инспектора Московской Духовной Академии. 5 июля 1913 года на 27 году жизни он был возведен в Сан-Архимандрита и стал самым молодым архимандритом и профессором в России этого времени. Скоро, однако, началась Первая Мировая Война. Во время всенародного молебствия архимандрит Иларион обращается к собравшемуся народу. Отечество в опасности. Отечество в нужде и обстоянии. Отечество требует жертв от нас. В наступающие дни нам всем придется немало перестрадать сердцем и душой. Пробил грозный час суда над русской землей. За последние 10 лет мы все немало грешили. Мы, русские люди, допустили в нашей родной земле распространиться неверию. У нас небывалое прежде возвращение нравов. Мы, русские люди, грешны перед нашей славной историей. Мы грешны перед памятью и заветами наших предков. Мы грешны перед нашими родными святынями. Стали матерять страх Божий. Разучились любить царя и Родину. Пришел час искупить перед Богом наши народные вины, наши народные грехи. Перед началом войны, писал святитель, церковь России была унижена до крайности. Прежде, по регламенту, церковь была подчинена государю. Но русский монарх призвал к жизни конституционные законодательные учреждения. Порабощение церкви государством достигло окончательного развития. Только после февральской революции в 1917 году открылся поместный собор, которого русская православная церковь лишена была 235 лет. Собор предполагал восстановить патриаршество. Архимандрит Иларион говорил о том, какие беды проистекли от уничтожения патриаршества. Как бы законным сделалось вмешательство в дела церкви светских людей, чиновников, многие из которых были иноверцы, часто карьеристы, готовые забыть о Царе Небесном ради угождения Царю Земному, а иногда и совершенно неверующие люди. Возражая тем, кого смущали границы патриаршей власти, архимандрит Иларион говорил, «Теперь наступает такое время, когда не царским венцом будет венец патриаршей, скорее венцом мученика и исповедника, которому придется самоотверженно руководить кораблем церкви в его плавании по бурным волнам моря житейского». После прихода к власти большевиков начинаются гонения на церковь. И уже 10 марта 1919 года архимандрит Иларион арестован, заключен в Бутырскую тюрьму. Его первое тюремное заключение продолжается около трех месяцев. После освобождения из Бутырки 24 мая 1920 года состоялось наречение архимандрита Илариона его епископа. При наречении архимандрита Илариона, обращаясь к патриарху Тихону и присутствующим архипастерям, сказал, «Слава Богу за все то, что пережито и передумано за эти последние годы бурьи и смятения, когда преданная есть земля врутся нечестивого, когда русское государство, отделив себя от церкви Христа, вступило в теснейший союз с синагогой сатаны. В эти годы лишь окрепла моя вера в церковь и утвердилось сердце моё в надежде на Бога». Он служил почти ежедневно, утром и вечером. Бывало, что в день ему приходилось говорить по две проповеди. Это было служение архипастерское, когда он словом и собственным примером поддерживал колеблющихся и малодушных. Научал малознающих. Современники владыки Лориона рисуют его портрет светлыми красками. Он молодой, жизнерадостный, всесторонне образованный, прекрасный церковный проповедник-оратор, блестящий полемист, всегда естественный, искренне открытый, физически очень сильный, высокого роста, широкой груди, имел пышные русые волосы, ясное светлое лицо. Он был любимцем народа. Епископ Лорион пользовался большим авторитетом среди духовенства и своих собратьев епископов, называвших его великим за ум и твердость в вере. Епископское служение стало его крестным путем. Не прошло и двух лет со дня его рукоположения, как он оказался в ссылке в Архангельске. Целый год епископ Лорион был в стороне от церковной жизни. «Я могу быть равнодушен к моей собственной судьбе и жизни», писал архипастер. «Но дело церкви мне всегда будет дорого и близко. Лучше жить в ссылках и в изгнании, но играть церкви и ее законами, извините, во всем виновата советская власть. Она искусственно создала расстройство церковного управления, арестовав людей, не имеющих никакого отношения к политике. А где же закон об отделении церкви от государства? А ведь все время твердят об этих законах. Какое же лицемерие, какая бессовестность, явное гонение на всех, кто верен святому православию». Любимец советского народа Киров так видел задачу власти. Карать по-настоящему, чтобы на том свете был заметен прирост населения, благодаря деятельности нашего ГПУ. И далее он с удовлетворением отмечал. «У многих людей мы прекратили их физическое существование, на многих бы нагнали такой величайшей, подобающей революции страх, что они и сейчас ходят с согбенными головами». Возвращение из ссылки архиепископ Иларион продолжал активную церковную деятельность. Прежде всего, отслужил всеночную в храме Сретенского монастыря, где до этого служили обновленцы. Обновленчество было признано как высшее церковное управление, единственной канонической церковной властью. Примерно половина русского епископата последовала за обновленцами, одни в состоянии растерянности, другие – исчестолюбия, третьи, надеясь вести обновленческое движение в русло церковной законности и возглавить высшее церковное управление. Русская православная церковь разделилась надвое. Другая половина епископов и клириков и большая часть мирян не дрогнули перед натиском церковных авантюристов. Храмы, захваченные раскольниками, стояли пустыми, а в православных приходах, сохранивших верность патриарху Тихому, за богослужением продолжали возносить имена изгнанных и сосланных в ссылки архиереев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова